Я не хочу обсуждать работу... А почему без комментариев? Я не хочу обсуждать работу филейских коллегий, потому что это не мои компетенции. Я не знаю эту работу, и поэтому эти люди профессиональные и вмешатся в то, в чем я не понимаю. Я могу сказать, на мой взгляд... Виктор, неужели вы разбираетесь в обществе хуже, чем в суд? Не так, правда? Я плохо разбираюсь вот в этой капитальной графике, на которой они печатают. В том, что происходит на ренде, но не хуже же них вы разбираетесь. Так, Александр, давайте мы посмотрим, что будет происходить дальше. Насколько интересный напряженный поединок. Отлично! Вот корпус, убирает голову, отлично. Где-то направо-направо. Хорошо по корпусу-то провел. Ну, не оставайся, Ген, а так просто так. Ладно, ничего. А вот так. Вот эти все промахи, они тайп-песли, тонервы. Я смотрю, что у всех купильцев одно и то же. Когда бой начинает идти не по их сценарию, они какие-то разобранные становятся. Ну, когда вас бьют, вы будете разобраны. Конечно, теряется уверенность, теряется пижонство. Вот это еще и все. Вот именно, и нет, все теряется как-то уверенность. Пижонство-то само собой, теряется уверенность. И что, и где хваленых не били? Я не очень понимаю. Ну, есть мастерство, да. Конкретно Госпании Реру никогда никто особо не упалил. Нет, ну я просто говорю, что это невозможно выиграть. Их можно бить, их надо бить. Смотрите, что делает Головкин. Да, Головкин побеждает. Я надеюсь. О, хорошо по корпусу дал. Вы знаете, очень хороший взрыв у Геннадия Головкина. Очень хороший, все удары очень жесткие. И самое интересное, он выбирает четкий момент для атаки, для этого взрыва. И почти всегда исполняет редко, но на сто процентов этих ударов. Заканчивается третий раунд. Заканчивается, и кажется, счет сравняется. Отлично, хороший удар. И снова болтанул, болтанул Кубинца. Когда кажется, надо... А что кажется? Вы говорите, сравняется счет. Наоборот, еще увеличился разрыв. Я сказал, сравняется счет с матчем. А, кто это самое, я думал, по очкам. Это да, это... Да, 4-4 похоже будет. Ну, давайте не будем загадывать. Да, давайте не будем. Но все-таки 6 очков у Головкина. Отыграть у Головкина, который на коне, который вот на подъеме. Смотри, показал. Немножко, вот знаете, в чем дело? Немножко остался. Немножко остался. Неудобное положение встало, и не было возможности убрать корпус и вместе с ним голу, чтобы удар просвистел. Головкина, который на подъеме. Меррера будет атаковать, понятно. Ну, а как, иначе, что надо попробовать, да. Здесь нужно будет четко распределить свои силы Головкину. Ну, Головкина... А вообще бог не узнает. Может, будет наоборот. Да нет, ну, нельзя отдавать инициативу. Нельзя отдавать, александр. То есть, надо работать в этом же ключе. То есть, нужно выбирать момент, использовать на все 100% вот эти серийные атаки. Не выжидать. Если ты встал вот здесь вот, ты вот обычно Головкин собирается. Смотрите. Вот он собирается и после него взрывается. То есть, нужно на все 100% любой момент использовать. Ну, вот, вот приблизительно. Ну, соберись и взорвись. Ну, там сейчас мало чего реально происходит. Хорошо, как обменялись. Мне обычно показалось, что Головкин лучше. Опа! Нет, это, по-моему, не нокдаун. Там зацепился за мгл. Нет, он попал рукой. Попал и зацепился за мгл. Толчок, толчок и немножко ноги неправильно стали у кубинца. И поэтому... Еще попал Головкин. Ох, сейчас зацепил за спанерера. Ну, ничего. Будем смотреть, что это его последний успех. Что мне нравится, это то, что такое ощущение... Ох, как неплохо. Да, да. Вот смотрите, это называется концовка. То, что не отдает ни одного очка. Молодец. Вот характер. Да, но... Лучше засчитывать нападение. Осталось 4 очка, поэтому не надо отдавать. Отлично. Ну, все. Итак, счет матча сравнялся. 40-37 все-таки выиграл Головкин. Концов был. И счет у нас 4-4. А 4-4, да. Счет 3 поединка. Счет 4-4, 3 поединка. Каждый из команд нужно выиграть 2 из них. Не понимаем. Итак. В этом бою победу по очкам со счетом 40-37. 40-37 победил Геннадий Головкин. И счет 3-4, а 3-4, 4. По гаросту скачу. Bye-bye. 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 Bye-bye.